Современная школа вызывает сегодня много вопросов. То как и чему учит наших детей? Ведь во многом именно от этого зависит будущее страны. Разговоры о платных уроках, поборах в школах и ЕГЭ большинство родителей уже просто раздражают, а образовательные учреждения превращают во что угодно, но только не в места, где создают человека с большой буквы, гражданина своей страны. Я считаю, что российское образование деградировало за последние 20 лет. Вижу прямую установку на этот счет. В условиях колониального управления любое образование будет деградировать. Буквально пару лет назад 80% выпускников уходило за границу. Просто очевидно, что вузы работали на заграницу. Просто с утра до вечера. Управляя страной, решая важнейшие вопросы и вопросы образования в том числе, можно руководствоваться двумя диаметрально противоположными целями. Либо создавать человека-творца, либо человека-потребителя, бездумного винтика. Главная задача которого – поддерживать современную паразитическую экономику. Соответственно, специалистам известны два способа воспитания. Для потребителя достаточно зубрежки и заучивания формул. Результаты такие выпускники проявляют на едином госэкзамене. Второй способ – методологический. Основан на понимании предмета в целом, способностях самообучаться и искать знания, владеть анализом и сопоставлять факты. В погоне за новыми технологиями в школах, я заметил, часто начинает исчезать человеческое тепло. А у многих педагогов пропадает педагогическая чуткость. Пока ученые выходы из создавшегося положения, я советую всем – педагогам, учителям, психологам, родителям – начать с самого себя. Зачатки внедрения методологического подхода на государственном уровне существовали в Советском Союзе и исчезли с приходом демократии. О том, кого мы создаем, заявил ныне уже бывший руководитель Министерства образования господин Фурсенко. Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца. А сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного пользоваться результатами творчества других. Получается, что у нас, а точнее у них, все идет по намеченному плану. Система образования из наших детей прилежно штампует винтики. Думать и анализировать винтиком ни к чему. Мы сегодня как никогда заинтересованы в полном раскрытии природных способностей наших детей. И для достижения этой цели нашим могучим средством, великим инструментом для этого может быть только чувство любви к своей работе, к детям. С точки зрения глобальных процессов образование – это способ формирования общества. На сегодня он, по мнению некоторых депутатов Госдумы, в большей степени контролируется и управляется не в наших интересах. Влияние оказывают и прозападные структуры, и просто неумелые управленцы на местах и в центре самой системы. Уроки доброты Юрия Куклачева явно не вписываются в эту концепцию. Упадок образования, он не является производной глупости людей, в том числе специалистов, которые в этой сфере работают, а он является сознательным процессом сознательного строительства деградирующего образования в колонии, обслуживающей другие страны. То есть это так, установка такая существует. В истории России было несколько реформ образования, которые повлияли и на общество, и на страну, и даже на мир в целом. Одна из них произошла в начале 19 века, в рамках которой решением Александра I был учрежден Царскосельский лицей. Здание лицея было пристройкой к Екатерининскому дворцу в императорской резиденции под Санкт-Петербургом, и одно только это подчеркивало важность его для страны и отечества. По планам реформ Михаила Спиранского, выпускники лицея должны были стать элитой общества, губернаторами, военными, чиновниками. И проект оказался весьма успешен, практически все выпускники стали звездами мировой и российской величины. Одно только имя Александра Сергеевича Пушкина известна всему миру. Комнаты у лицеистов были абсолютно одинаковые. Это была очень важная идея сделать так, чтобы никто не был выделен, чтобы была очень простая спартанская обстановка. В каждой комнате была железная кровать, конторка, за которой делали уроки, за которой писали какие-то задания на будущее. В сегодняшнем мире, конечно же, мы могли бы очень многое позаимствовать из лицейской программы образования. Конечно, не то, что давно устарело, ушло, а сам подход к ученикам, взаимоотношениям между воспитанниками и профессорами, сам метод создания авторских курсов, преподавания. Вот это все, по-моему, очень важно. Ну и самое главное то, чем отличались лицейские профессора. Угадать склонность ученика к тому или другому направлению изучения предметов и в соответствии с этим оказать ему максимальную поддержку, чтобы раскрыть его способности. Действительно, если поставить цель воспитания здорового, полноценного человека-творца, то стоит обратить внимание на множество существующих методов. Давно известно раздельно параллельное обучение мальчиков и девочек. Конторки, перьевое письмо, уроки за стенами класса, игровая форма обучения. Совмещая эти технологии, современное человечество могло бы уже давно достигнуть успеха, изобретать велосипед не нужно. Но складывается ощущение, что думающие люди в таком количестве не нужны, так как демократия – это выбор большинства. А если большинство не способно проанализировать даже сам процесс политических выборов, таким обществом и управлять легче. Это обычная конторка, специальная ученическая мебель, простая в изготовлении и уникальная по эффекту, собирается за пять минут и стоит копейки. Российские интеллигенты еще в 19 веке, и Пушкин, и Белинский регулярно работали за конторками. Не сочтите, что у меня мания величия, в данном случае просто я следую хорошему примеру. Ученики могут заниматься за ней хоть весь день и не уставать, сохранять позвоночник прямым, двигаться, а вот сидеть часами для детей – противоестественно. Ученик подходит, отмеряет по своему взгляду нужную шкалу. Моя красная. Захожу в класс. Каждая конторка имеет собственную маркировку по росту. Как вы видели, моя маркировка красная. Парта с красной маркировкой. Вся психика, вся нравственность, она заложена только в одном – воле тела, силы духа. Если нету импульсов снизу от конечностей нижних, кора головного мозга не развивается. Мозг не развивается. Однако российская система образования активно сопротивляется даже такому нововведению. И директора школ вводят конторки на свой страх и риск. Чиновники же готовы извратить идею, но не принять. Для них что лицейские технологии двухсотлетней давности, что конторки, что уроки доброты – все это только мешает создавать человека потребляющего. В Алтайском крае чиновник с комитета по образованию. Но если так хотите, поставьте под одной конторки в класс. Ребенок, который крутится, поставьте его в угол за конторки. Вернемся в лицей. Здесь применялись не только конторки. В классе парты расположены полукругом. Казалось бы, мелочь, но это позволяет видеть учителя всем одинаково. В помещении занимались около 15 человек. Уроки длились не больше двух часов. Затем дети гуляли, завтракали и после двухчасового перерыва отправлялись снова на занятия. Уже тогда понимали важность и мебели в обучении, и необходимость воспитания лицеистов как большой семьи. Это был сплошной урок добра в течение шести лет. Этот педагогический своего рода опыт, такой очень серьезный, реальный, он дал совершенно замечательные результаты. Сегодня, наверное, Царскосельский лицей назвали бы удачным инновационным проектом в области образования 19 века. Так оно, собственно говоря, и было. Тогда считали иначе, выражались иначе. Говорили, что нужно воспитать сынов Отечества. Оценки в лицее ставились в обратном порядке. Единица – отлично, а вот пятерка – по нашему колу. Но была еще одна оценка, которая зависела не от знаний. Это ноль. Отсутствие интереса к предмету. Все преподаватели в Царскосельском лицее были мужчины в возрасте 27-30 лет. Но при этом они писали свои методики, разрабатывали материалы для обучения, экспериментировали. То, что ученики были одного пола и говорить не приходится, смешивать системы обучения для девочек и мальчиков, никому бы и в голову не пришло. Но, несмотря на всю дисциплину и даже муштру, в лицее царила доброта и уважение. Лицейской дружбой дорожили потом всю жизнь. И это был для них самый главный и важный урок доброты и познания самих себя. Пытаясь разделить обучение для всех и для элиты, система возвращает современное общество в тот период 19 века, когда вышел циркуляр о кухаркиных детях, который гласил дословно «Гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию». Платное образование – современный фильтр, с помощью которого кухаркиные дети ограждаются от управления государством. Первые вот такие попытки внедрить в систему кодирующей педагогики – это Древняя Греция, Древний Рим, где целенаправленно создавались субъекты управления, объекты управления со стороны государства, как субъекты управления под определенные цели. Рабы, например, в Древнем Риме, в Древней Греции и прочих древних цивилизаций, они вообще не должны были ничего знать, кроме своей профессии. Зубрежка и ее оценка – это обычная кодирующая педагогика. На сегодня ЕГЭ – почти рулетка. Из нескольких вариантов можно запросто угадать ответы, не понимая предмета. В лицее же могли поставить еще и ноль за отсутствие интереса. И даже вызубрив все даты до единой, можно было остаться с носом. Мы должны действовать не путем запретов и ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно поэтому определяющие значения приобретают вопросы общего образования, культуры, молодежной политики. Эти сферы – это не набор услуг, а прежде всего пространство для формирования нравственного, гармоничного человека, ответственного гражданина России. После увольнения господина Фурсенко с поста министра образования появились и хорошие новости. Воспитание нравственности в декларации первых лиц государства вновь стало входить в задачи школы. Об этом Владимир Путин, будучи президентом, заявил в послании Федеральному собранию в 2012 году. Теперь среднее образование в России должно заниматься не только розыгрышем лотереи под названием ЕГЭ, но и воспитанием личности. Конечно, это больше зависит от учителей и директоров школ, но дать толчок этому процессу могут и сами родители. Мы решили объединиться с родителями и организовать свой собственный детский сад. Если бы все родители начали объединяться и создавать таким образом социальный заказ на образовательные услуги, то и в садиках, и в школах, наверное, эти требования были бы услышаны. Никто, кроме нас, родителей, не позаботится о наших детях и не решит эти насущные проблемы. На примере ситуации в образовании видно многое. Откровенно странные инициативы Министерства и чиновников, попытки устранить проблемы перестановкой фигур и выпуском указов. И абсолютная аморфность большинства родителей, особенно в больших городах, где школа и садик больше выполняют роль детской парковки, а уже затем воспринимаются как образовательные учреждения. Эксперты считают, что необходимо изменить систему ценностей. Пока деньги на первом месте, знания и понимания мира будут всегда оставаться на втором. Для того, чтобы возрастить поколение преподавателей, нужно несколько десятков лет. По меньшей мере, два-три десятка лет. Начинать нужно сейчас. И начинать нужно со смены концепции, со смены науки об обществе. Сегодня Царско-сельский лицей – это тихое место, где не так много посетителей. Уютные коридоры, приятный зеленый цвет, Екатерининский дворец из окна и звук колоколов каждый час. Сюда приводят современных лицеистов, учеников гимназии, преподавателей и студентов. Пока лицей остается музеем в единственном числе. С появлением подобных учебных заведений в современной России мы станем державой, которая даст миру новых Пушкиных. И именно это пугает наших политических конкурентов. Так что войну мы еще не проиграли. Борьба за умы и здоровое русское общество продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова